Привет всем, дорогие друзья! Джейссар 91889. Инстаграм, телеграм в описании. Подписываемся, не стыдимся приходить на стримы, писать комментарии, показывать лайки. И, в общем, всё вместе. У нас Карапетян. Национальный армянский танк. Хороший, некогда стоивший дорого. Но! 13 с копейками тысяч боёв и 54% побед у нашего героя. Это так, для справки, чтобы было понятненько. Батчат, Праджета, Шеридан. Это те, кого мы надеемся здесь встретить или не встретить. Да, я снова стал зевать. Потому что, ну, либо я делаю видео утром, либо потом не могу их сделать вообще. Вот такие вот. Вот такие вот у нас пироги. Три снаряда. Всё, четвёртый не нужно. Если у тебя даже 45% побед, не надо четвёртый снаряд отдавать. Это крайний случай, когда тебе жопа или надо добрать клан Оксиджен, или Демон, или Сайбер. Короче, вот кого-то из них. Надо тебе забрать и всё. Так. Такой какой-то грандиозной атаки нет. Типа с прорывом. Потому что обычно, когда я на стримах играю, прорыв есть. И очень сильно. СТБ фулл пот. Ага. Я понял. Это типа наш СТБ. Наш СТБ должен фулл потеть. И он запотел. Мы приехали. Два танка у нас забрали. Потому что у них сюда и кран приехал. Ну, он почти уехал, конечно, уже только в ангар. И 60 ТП. Всё. Ну, наконец-то. Что-то пошло. Похожее, по крайней мере, на мегабитву. 4 снаряда в барабане. Ну, и стоять перестреливаться с каждым по чуть-чуть. Такое себе удовольствие. Хоть и у Карапетека 380 урона за выстрел. То есть, в принципе, кроме китайской ВЗшки, да, там он перестреливает остальных по Альфе. У Леопарда 360, а у остальных там ещё меньше. И по 300, и по 310, и по 320. Сейчас весь ассортимент. И по 330, и по 340. Весь ассортимент есть. Какой хочешь. Нас зажали. Почему зажали? Потому что, как видите, счёт уже 1-4. И когда вы все вот так вот остаётесь на спамне, кто-то-то должен ехать вперёд. Хотя хоть иногда. Как-то немножко надо разъезжаться. Потому что когда вы в кучке, вас кучка и светит. А когда вы в кучке светитесь, вас кучкой и расстреливают. Немножечко дистанцию-то держать нужно. И занимать разные позиции, а не позицию спавна. Потому что это весело и хорошо. Тут что плохо, а не хорошо. Это то, что у противника живой бачат, живой шерик и живой объект 907. Это танки, которые могут объехать и сделать очень больно. Вот сейчас было очень больно, когда ты как бы по шотному танку стреляешь, ты его не забираешь, а он тебе прокидывает. Всегда больно. Очень больно. Когда такое происходит. Ой, хорошо танканул сейчас Левандовского. Так бы сейчас бы чуть-чуть бы и ушёл бы в ангар. Ещё бы. Остаётся 5 противников. Ладно, 4 минус объект 907. Но всегда, я говорю, тяжелее всего взять Колобан. Конечно же, против дохера ХП-стых противников. Либо, когда у них есть достаточно СТЛТ. Всё, забрали со взводного. 4 танка против стаус нашего героя. 838 очков прочности. И это дерьмово. На! 3 танка. 161 прочки. И понимаете, это не 75% игрок, которому рандом даёт настреливать. Игра разрешает, да? Ему игра не разрешает. Ну, в большинстве случаев. Опа! Это было очень тупо со стороны Шеридана. Инвалид Накаро. Почему? Я не понимаю. Почему они так говорят? Инвалид Накаро. Вот. Мега Колобок. Почему он инвалид, если он как бы вроде всё правильно делает? Всё хорошо. 183 и 60 ТП остаются. Вот и ушли тебе. Изначально минус нули Батчата. Потом добрали Шеридана, которые поспешили. Это хорошо, когда они поспешат. И хорошо, когда у тебя барабана, противники шотные. Обычно просто у них барабана шотный ты. Это обычный Колобанов. Каро, ты не бегай. Всё, бот, не надо. Я тоже не люблю, когда бегают. Типа, ты говоришь такое вот, всё решено. Да? Ты видишь для себя, что всё решено. Мама я. Папа я. Но, в общем-то, оказывается-то не решено. И есть ещё 183. И не затащишь, пишет Батчат. Вот у него просто рвёт пердак. У меня так тоже как-то рвало, когда ещё не до конца, да? Перегорело от этой игры. Вот тут мы новые достижения открыли на днях. Камуфляж за 70 тысяч голды на Мауса. То есть в игре практически нечем уже меня удивить. Но, в общем, вот это было крайнее, что удивило. Я не про этот бой. Я про то, что камуфляж вот такой вот есть. Он больше тебя набил и морду он тебе набил. Тут, друзья, перепалка в стиле Дикого Запада. Опа! Уже приезжает 183.50. Не выпал танк и ноет. Боже. Вот, честно, вот эти, как сказать, интеллигентные беседы Блицовские. Блицовской интеллигенции. Эти Блицовские миллионеры. Ну, зачем он поехал на 60ТП? Я не понимаю, если можно было подождать, пока 183-й приедет сбоку и будет всё. Не затащище! Вот вы прикиньте, насколько Объект 907 и Батчат были уверены в том, что ни хрена не сделает этот чувак, что они вот как-то, да я тебя порву, набью тебе рожей, давай ты всё равно ничего не сделаешь. Вот эти вот Блицовские мега-аргументы, когда начинаются, это полный отстой. Максимальный отстой. Это вы можете только в крайнем отчаянии это всё делать. Понимаете? Вот когда вы находитесь в крайнем отчаянии, вы можете. Но это вам потом минусом выйдет. Вы потом будете думать, зачем я это всё писал? Вот, на канал к лучшему блогеру по танкам попал. Зачем я вот это вот делал? 672 хп, 18, 17 секунд до конца, друзья. Опять. Вот. Просто на Акс-83 ты больше ничего не можешь сделать. Тебе либо дают попасть, либо не дают, опять же. И вот наш герой не зассал, не тянул на ничью. Либо я выигрываю, либо я проигрываю. Всё, насрать. Офигенные Колобанов против четверых. Причём, да, два шотных и два достаточно хп с тех 60 тп. И вот тот на 183. И опять же, чувак выложился по полной. Инстаграм, телеграм в описании. Там же моя почта. На почту replays после боевой статистики. И пишите сервер Леста или Wargaming, на котором вы играли. Так мне проще будет. До новых встреч и всем пока-пока.